Но здесь цена, понимаете, друзья, как круто сделано. Блин, на этот дом-то другой, друзья. Панели мне нравятся, потому что это быстро, как говорится, и так пойдет. Вот видите, вот здесь получается вентиляция, а здесь ее нет. Энергоэффективная. Ну, вот здесь в этом плане большой плюс. Когда проезжает машина, пыли нет. Ну, как-то, знаете, вопросики сразу появляются к этому. Потом это обрезает в уровень нужный. Это же дама на продажу. Как-то странно достаточно. Как зачеканивают швы. Семена есть, а травы нет. То есть работа здесь достаточно. Здесь почему-то арматура спиленная. Перегородки из СКЦ камня. Зачеканили стыки плит. Двухкамерные стеклопакеты. Интересно сделан проект. Все в одном таком стиле сделано. Если участок позволяет, и вот смотрим на план, здесь мы такого не находим. Из плюсов. Нормальный заезд-выезд. Главное, вот эти места развешивают. Белё прямо во дворах. Люди старались, высаживали. Все сделано для людей. Много грязи. Отсутствие нормального озеленения. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Поселок имени Свердлова получил свое название в честь революционера-большевика Якова Михайловича Свердлова. От поселка до центра Санкт-Петербурга 33 километра, что его делает интересным для жизни. Современный поселок имени Свердлова образовался как поселок рабочих кирпичного завода, построенного Пироговым. На 1 января 2024 года в поселке Свердлово проживало 12 608 человек. В поселке много производств. Кирпичное, пивное, мебельное, чай, кофе и другие. В поселке есть как многоквартирные дома, в которых однокомнатная квартира стартует от 3 миллионов рублей, так и частные дома, где стоимость дома с отделкой начинается от 26 миллионов рублей. Сегодня мы с вами рассмотрим коттеджный поселок Негород Заневский с участками от восьми соток и домовладением. Свердлова Тут мы видим, как и советскую застройку, которая за большое количество времени унылые фасадики у нее стали. Видим вот такую красивую пешеходную дорогу, где можно посидеть, отдохнуть. Видим умершие деревья, за которыми почему-то никто не ухаживает. Продуктовые магазины и семишагов, и пятерочка, и магнит здесь есть, и аптека, и школы, и сады. В принципе, здесь все есть для жизни. А учитывая, что здесь небольшое количество проживающих людей, лично меня это подкупает. Ну, также, конечно же, есть и новостройки. Вот, обратите внимание на эту красоту. Детская площадка. Видно, что пользуется и очень активно. Ну, видите, как дети ногами прокопали. Надо, конечно, подсыпать качельки, скамеечки. И впереди уже видим такой большой белый красивый лайнер, потому что здесь протекает Нева. Дойдем до Невы, посмотрим, как она благорожена и что там находится рядышком. Вот, обратите внимание, старые постройки, рябиночки, растут другие деревья, все зелененькое и красивое. Своя большая набережная, флаг, время первых, Свердлова. Купаться запрещено. Нева судоходная река. Тут у нас проходит дорога. Ну, смотрите, как интересно. Лавочку-то сделали в виде вот такой лодочки, бутика. Да, возможно, даже это Петр Первый. Правда, не очень похож. Так, что пишут? А, Иван и Мария. Столетиями русские немцы жили на этих землях в мире взаимопонимания. Здесь, кстати, еще были шведы и финны. И в одно время, до революции, финнов здесь было около 30% среди местных жителей. А вот про немцев чего-то я ничего из истории не помню. Впереди с вами видим новостройку. Невские просторы и родные берега. От застройщика Стоун. Ну, не так давно сдали, а что-то уже как-то это... С фасадиком здесь что-то, друзья, не то. Обычный дом. Монолитный каркас, газоблок. Краска уже... Или это типа гидроизоляция была. Краска уже вся поотваливалась. Ну, при ямке вот так выглядит. Влага собирается и потом, соответственно, из-за разницы температуры высыхает. Ну, подвал тоже. Про Стоун будет отдельное большое видео. Расскажу вам про застройщика. Сейчас вот просто пройдем, чтобы посмотреть на эти прекрасные дворы. Чем-то напоминает СДС. Напомнила Вьянина. Вот там все это поля. Напомню, что поселок Свердлово принято решение его полностью застроить. Из заездов и выездов здесь, в поселке, самое ближайшее ехать – это вдоль Невы, где расположен жилой комплекс «Город звезд» и «Город первых» от СДС, где у них по плану должно проживать что-то около 108 тысяч человек. То есть там всегда постоянно плотно, поэтому заезжать и выезжать, возможно, проблематично. Ну, как не проблематично, а, соответственно, достаточно плотно. Из транспорта здесь нет железнодорожных путей. Здесь есть только автобусы и свой личный автотранспорт. Видим с вами много грязи, отсутствие нормального озеленения и все запарковано в автомобилях. Все сделано для людей. Обратите внимание, какая прекрасная дорога. Ох, а после дождика здесь, наверное, настоящий рай. Дерево посажено. Ну, в общем, нифига не понятно кем. Вот посадили, да. Но оно все уже, друзья. Да, оно все высохло. Причем высохло-то не в этом году. Не понимаю, почему это никто не поливает. Идем дальше. Еще одно дерево посажено. Здесь написано кем. Люди старались, высаживали. Ну, почему-то это никто не обслуживает, не оценил. Но, наверное, красиво показали по телевизору. Ну, вот видите, да. Столбик упал или сломали. А, денег нет, но вы держитесь. А есть в поселке вот такие дома. Видите, по старинке развешивают белье прямо во дворах. Двухэтажные дома в состоянии специфическом. Лестница номер один. По три квартиры. О, тут все здесь дерево. Да, смотрите, друзья. Деревянное перекрытие. Запах такой, знаете, специфический. Очень деревянное. Здесь лестница. Тут все из дерева. А стены из кирпича. Да, капремонт, конечно, не помешал бы. Местные жители поведали историю, что эти дома, вот эти все двухэтажные, вот там впереди. Вот этот дом, следующий дом строили немецкие военнопленные. И для того, чтобы раньше было зайти в подъезд, нужно было преодолеть три ступеньки. Но теперь видим, для того, чтобы зайти в подъезд, нужно ступенечку спуститься вниз. Говорят, дом дал усадку. На состоянии, конечно, сами видите на своих экранах. И здесь живут люди с деревянными перекрытиями и стенами из лучины. Значит, от поселка пешком ты не доберешься в поселок Свердлово. Из, вернее, коттеджного поселка. Здесь, соответственно, что хорошо, что участки земельные от восьми соток. Вот это бывшее, друзья, колхозное поле. Вот оно, как видите, тоже вдоль трассы. Здесь достаточно тихо, не считая шума от проезжающих автомобилей и пролетающих самолетов. Строится здесь компания «Факт» совместно с «Финстройпанель». Они это называют финской технологией. Но кто был в Финляндии и наблюдает за их недвижимостью, тот в курсе, что у них дома по такой технологии частные никто не строит. Строятся непосредственно каркасные дома. Что мы здесь видим? Мы видим инолитную плиту. Мы видим отсев из гравия крупного. Мы видим ливневку. Мы видим панели. Мы видим фундамент. Это здесь обычная плита. Здесь какие-то выводы. Гидроизоляция. Плиты современные, трехслойные. Внутри вот здесь утеплитель. Это знаете, как Юит и Банава строят. Перекрытие из, соответственно, монолита. А стены все у них из панелей. Держатся. Они стыкуются на сварках. Здесь закладные металлические. Это все обваривается. Окрашивается специальной краской по технологии. И потом зачеканивается. Тут мы видим, что чеканка уже выполнена. И получается потом делается отделка. В принципе, такие стены, если они смонтированы ровно, то их даже не нужно штукатурить. Их просто можно отшпаклевать. Главное, вот эти места поровнее делать, чтобы меньше, соответственно, заморачиваться. Достаточно большой дом. Из плюсов это высота потолка, наверное, по 2,90. Также из плюсов, что везде все закладные. Они уже идут с завода. Вентиляция, соответственно, также с завода. Это большой плюс. Я, кстати, вам эти дома уже показывал. Показывал, как стройпанель возводит эти дома. Ну, соответственно, можно будет посмотреть и, соответственно, понять, как они здесь. Вот видите, тоже выводы есть под канализацию, под окна. Из плюсов, смотрите, что вот здесь есть такая четверть, куда нормально встанет окно. Вот так должно быть правильно. А то, знаете, бывает просто без нее делают, ну и там танцы будут с бубами. А здесь, соответственно, все вот как надо. Пойдем смотреть, который уже в большей степени готовности. Потому что здесь кроме бетона, в принципе, смотреть больше нечего. Первый раз мой стабилизатор что-то перестал работать. Как-то работает очень стрёмно. Его колбасит. Приходится снимать теперь с рук. Из плюсов. Нормальный заезд-выезд. Из плюсов это асфальт. А здесь смотрю, значит, как будет выглядеть в дальнейшем, соответственно, этот дом. Ну вот, например, вот здесь, если посмотреть на него, то здесь мы видим дверь и видим маленькое окно и большое окно. И вот смотрим на план, здесь мы такого не находим. Где, вот как это они сделали, непонятно. Здесь мы видим, что большая двух, такая распашная дверь. Здесь ее нет. Ну, возможно, это вот так должно быть. Но отличается от того, что, соответственно, есть в действительности. Видим, что здесь свеженький асфальт положили. Специально вот закрыли проезд для того, чтобы, соответственно, мог набрать прочность асфальт. Территория ограждается забором. Когда приобретаете дом, то нужно внимательно смотреть, что входит в комплект. Дома все изначально, базовая цена это за черновую отделку. Плюс не забываем, что нужно вкладывать деньги в участок. Из плюсов, что везде есть заезд-выезд и своя собственная парковка здесь. Дома здесь стоят от 17 миллионов 400 тысяч рублей с участком 8 соток. И, соответственно, например, вот здесь мы видим одноэтажные дома. А впереди есть у нас и двухэтажные дома. А вот как раз видна крыша, какая будет на одноэтажном доме. Если участок позволяет, конечно, лучше строить и возводить одноэтажный дом. Почему? Потому что практичней. Не нужно постоянно бегать наверх. Соответственно, когда у вас дом черновой отделкой, то понятно, инженерные системы, насосы, трубы, отопление. Это все нужно проводить. Это стоит достаточно такое приличное количество денег. То есть для того, чтобы в таком доме сделать отделку, еще понадобится 3-4 миллиона. С мебелью, наверное, и пол стоимости дома. Здесь из плюсов, друзья, то, что смотрите, есть, во-первых, как асфальт я уже показывал. Соответственно, потом здесь асфальтик сделают для пешеходов. Есть освещение, есть закрытая территория с охраной. Это тоже плюс. Электричество проходит под землей. Никаких тебе вот этих столбов с висящими проводами. Плюс каждому дому они подводят оптику. Уже проложены все коммуникации. Это плюс, вот видите, дальше делают дорогу. Вот они выводы под освещение. Почва здесь такая с угли иногда какой-то. Ну и все. И потом дальше вот в этом поле появятся дома. И будет вот все в одном таком стиле сделано. Это, конечно, для меня лично плюс. Знаете, это как с обычным жилым комплексом. Ты приходишь, приобретаешь там себе квартиру, а там у тебя дома все в одном выдержанном стиле. Нет, знаете, что? Один построил один, другой другой. Тут можно только выбрать какой-то определенный проект. И, соответственно, там два этажа. Либо один, либо вот такой полуторный. Птички поют. Дома достаточно симпатично смотрятся. Вот там видно рабочие. Наверное, там можно зайти посмотреть. Интересно сделан проект. Окна, получается, практически в пол. И вот ты будешь видеть свой весь участок. Конечно, вот это круто. Ну и плюс еще то, что это одноэтажные друзья дома. Пройдет какое-то время. И здесь будет зеленая трава. Насажают деревьев. И будет, конечно, красота. Мы видим подводку с газом. Мы видим знакомую отмостку из брусчатки. Электрические выводы. Мы видим с вами септик. Дренажные люки. Смотрится, в принципе, неплохо. Нам, видите, польешь. И вон даже траву посадили. И травка вырастет. Поливать, конечно, только надо. О, тут открыто. Тук-тук, есть кто? Тогда зайдем с вашего молчаливого разрешения. Окна Rehau. Двухкамерные стеклопакеты. В принципе, здесь можно было поставить и однокамерные. Но здесь не сэкономили. Как я и там помню, тоже вот такие мощные были пластины. Не понимаю только для чего. Обычных вот таких пластин хватит. Гидроизоляция такая мощная. Вот они, видите, все выводы. Потом, соответственно, протаскивают электричество. Если сделать все, как сделано у застройщика в проекте, то, соответственно, не нужно ничего выдумывать. Большая ванна. Или это гардеробная. Потому что я не вижу где-то... А, вот, все, канализация есть. Ванную трубу потом протащат. Лестница от застройщика вот такая металлическая. В принципе, можно либо такую себе оставить, либо какую-то сделать другую. Например, очень интересно сейчас делают парящие ступени. Здесь мы видим, как, соответственно, зачеканили стыки плит. Здесь двухэтажный дом. Перекрытие все тоже из панелей пустотелых. Нормальный дом, нормальный по площади. Здесь, кстати, так, не сказать, что холодно. На улице сейчас сколько у нас градусов? 13 всего. Вон, видите, утеплитель видим. Плохо, что здесь камень, потому что здесь проводочка должна быть в дальнейшем. Ну, вот кухонная зона. Высота потолка, конечно, радует. Давайте поднимемся с вами на второй этаж. Здесь, конечно, меня радует то, что, во-первых, плюс для меня, что эти панели завода, заводской качестве. Здесь их только монтируют. Перегородки из СКЦ камня. Такой камень мы часто с вами видим в новостройках. Так, это у нас то ли дренаж, то ли вентиляция наверх уходит. Вообще плиты… А, вот вижу, связали они между собой плиты. Вообще их обычно перевязывают целой лентой, но вот здесь они как-то… Тут связано, тут нет. Грязи много, плохо убрали за собой. Вот здесь связали, тут связали, там почему-то не связали. Ну, наверное, так по технологии. Окна не из дешевых, не базовые. Фурнитура хорошо работает, четенько. Ну, такие стены, да, придется штукатурить. Я бы, например, стены из гипсокартона делал. Все намного проще. Я его потом шпаклянул, окрасил и забыл. Ну, да, здесь посередине связали плиты. А, это знаете для чего? Это для того, чтобы из них влага уходила, скорее всего. Потому что в них частенько собирается влага, и вот потом сварит отверстие для того, чтобы ушла. Ну, конечно, можно было сделать поровню. Вот видите, вот тут первый этаж с видом. Ну, потом, в принципе, закроется стяжкой при отделочных работах, и все будет хорошо. Вот здесь в ванне не видно, где канализация. То есть, соответственно, получается, здесь нужно будет сверлить, а это не дешево. И вот это я не понимаю, что. Вот труба наверх идет. Это то ли вентиляция, то ли еще что-то. Ну, скорее всего, вентиляция, полагаю. Здесь почему-то арматура спиленная. То ли это они там крепили плиты. Хотя вот для крепления плит специальные отверстия есть с болтами. На распорке их ставят, выставляют ровно по 90 градусов, и уже потом закрепляют. Дома, кстати, достаточно быстро собираются. Одноэтажный, ну, там двухэтажный дом собирают они, наверное, за день. Если все есть в наличии, может быть, за два. Это быстро. Самое долгое – это, конечно, отделка. То есть, понимаете, да, здесь сколько нужно работать, чтобы строителям здесь делать в техзоне и электричество развести все. И для того, чтобы… Вот видите, вот как здесь вот вода есть. Вот она. Плюс еще канализация должна, плюс электричество, плюс теплые полы. То есть, работа здесь достаточно приличная. Но зато это свой дом, свой кусок земли. И приятно, по мне, вкладывать во все свое, нежели чем, например, как это многоквартирный дом, где твоя – это только квартира, а остальное, соответственно, все общее. И вкладывать в общее, конечно, никому не хочется, потому что туда должны вкладываться все. Вот здесь мне, кстати, больше сейчас нравится, нежели чем, я помню, смотрел их другие проекты. Вот факта. Здесь все так намного интересней. Да, землю-то поливайте, друзья. А то там семена есть, а травы нет. Но уже сентябрь скоро вот-вот закончится. О, прямо в центре кадра, друзья, видим, как зачеканивают швы между панелями. Вот специальным жгутом. Потом все закроют мастейкой и все. Интересно сделана обсыпка. То есть вот здесь не видно, где фундамент, чтобы здесь был гравий и песок. А они вот это, видите, вот фундамент есть, гидроизоляция, и сверху камушек выложили. Потом, скорее всего, сверху будет брусчатка или так оставят, не знаю, вот здесь. Вот здесь мы тоже, если смотрим, то вот поднять гидроизоляцию. Мы тут что видим? А, утеплитель. Мы видим тут немножечко песка. Смотрите, как все лежит. Вот он. Как-то странно достаточно сделано. И вот потом они вот так гравием отсыпали, типа, все у нас по технологии. Да, вот к этому у меня, конечно, есть вопросы. Как вы это так делаете? Это же дамы на продажу, напомню. Конечно, не для себя это строят, а для нас с вами, для тех, кто их приобретает. Обычный колодец. Вон здесь есть вода. Потом это обрезает в уровень нужный. Для того, чтобы можно было послужить, если там грязь попадет или еще что-то. Да, с рук, конечно, не очень удобно снимать видео, но что делать. Раз стендик заглючило диджай. Ну, а здесь тоже видим, вот, было просто обычное поле. Здесь, похоже, знаете, выкопали вот этот верхний уровень на штык, как говорится, 15-20 сантиметров. И вот видим, как песочек, тут они гравием подсыпали, и на этом все. Хочу увидеть здесь, как выглядит фундамент. Это очень интересно посмотреть. Потому что, когда снимал обзор, финстройпанельный фундамент вообще не понравился. Слушайте, то есть вот эта лента вылита прямо на грунту. Обварили, я вам скажу. Любой, кстати, сварщик скажет, что обварили так себе, очень так себе. Обратите внимание, как хорошо проварена закладная, окрашена специальной краской, чтобы не ржавела. И потом это все зачеканят, и все. То есть такое ощущение, что это делали студенты. А вот, друзья, фундамент. Ну вот, получается, видите, песчаная осыпка. Там внизу, соответственно, не знаю, есть ли грави или нет, здесь не видно. А подставки уже не ставите, да, соответственно, под арматуру? Вот так, края, и все будет. Понятно. Когда я еще с рабочими поговорил. То есть там получилось как-то, что они вот так же на штык выкопали. Сетку кинули, бетоном залили. И сделали потом отсыпку, как будто бы есть и песок, и гравий. Все, знаете, как будто по технологии. Что, конечно же, есть неправильно. Вот тут тоже утеплитель почему-то торчит. Ну, как-то, знаете, вопросики сразу появляются к этому. Почему он вот здесь вот так торчит? Разве так должно быть? Вот видим монолитную плиту, видим гидроизоляцию. Вот видите, тоже обычная панель. Плиточку приклеили, и вот сразу уже другой вид. Также можно отделку сделать и клинкерным кирпичем, и просто кирпичем. В общем, кто во что гаразд. Ну, я бы просто окрашивал, смысла заморачиваться нет. Вот видите, вот так шпаклевку наносят, чтобы это было быстро. Ну, здесь, в принципе, все то же самое, смотреть особо нечего. Интересно посмотреть фундамент. Пойдемте дальше пройдем. Что с фундаментом. Ну, та, конечно, да, вот из основного то, что есть дороги, асфальт. Знаете, асфальт для чего хорош? Потому что, когда проезжает машина, пыли нет. А обычно как это происходит? Что асфальта нет, и непонятно вообще, когда он будет. В различных, не коттеджах, наверное, поселках. В частном обычном секторе. Ну, вот здесь в этом плане большой плюс. Что уже и все размежевано, и все, соответственно, подготовлено. Ну, также вот видим, почему-то торчит утеплитель. Очень интересно было бы услышать, увидеть комментарии от Финстройпанель. Почему это вот так? Почему он здесь так торчит? Так, здесь тоже уже все зачеканено. Хочется на сварку еще посмотреть. Да, тут все зачеканено. Вот они сделали отверстие под выпуске труб. Вот здесь, например, если сделано нормально, то есть практически усиленно, а здесь почему-то такое большое расстояние. Вот видите, видно, что сами плиты пустотелые современные. Вот здесь, если видим, что, знаете, она такая ровненькая и красивая, а вот сверху ходили, они так себе были. Под воду. Тут зачеканено бетоном. Прикольно, огромные окна. Смотрите, какое большое количество здесь света. Канализация. Тут все зачеканено. Выводы. Прямо здесь, наверное, ванна будет здесь. А, кухня, наверное, здесь будет. Что здесь выходы воды. Ну, вот так. Не сказать, что супер. То есть можно было бы, конечно, сделать более аккуратно. Это я вот про вот эти места. Но, в принципе, все неплохо. Все равно потом это будет штукатуриться, шпаклеваться, и все неровности закроет. Ну, это тоже, да. Вот она. Идет дорога и идут домовладения. С левой стороны тоже, соответственно, все застроят. Вот вы увижу. Электричество провели. Вот они. Заезды будут на участке. Колушки стоят. Вот эти это, соответственно, приходили, размечали участки. Вот по ним как раз будут ориентироваться. Уже канализация есть. Молодцы. Значит, есть частный сектор. То есть ты живешь, знаете, как в деревне. Платишь только за электричество и за все остальное, что если что-то потребляешь. Обычно это электричество. А коттеджный поселок – это свой дом, но при этом есть управляющая компания. Плюс этого в том, что кто бы что ни говорил, но ты живешь как в городе. То есть ты платишь деньги, у тебя приходят, убираются, там что-то нужно, они придут, сделают. Если в доме что-то случится, сделают тоже. Потому что можно это называть поборами, да. Но при этом самый большой плюс в том, что ты сам не заморачиваешься, не убираешь снег. Знаете, вот как бывает, снег себе выгреб. Это вот я наблюдаю в частном секторе в зимний период. Грейдер проехал, дорогу обычную прочистил, тебе опять все завалил, ты приехал, тебе снова все расчищать. То есть здесь все это делает управляющая компания. Занимается полностью уборкой, занимается полностью обслуживанием вот этим всем добром. Так, а здесь у нас люк открыт. Можно зайти посмотреть. Что тут у нас? А, тут у нас вода. А, ну это понятно, они гравий под... А, вот, значит, они положили... Песок насыпали, подровняли, положили утеплитель, гидроизоляцию, гравий и сверху брусчаточку, я так полагаю, да. Как в других местах сделают. Если, соответственно, вот сюда подойти, где еще нет отмуски, то что мы вот здесь видим? Здесь видим песочек, мы видим плиту, которая вся закрыта гидроизоляцией. Ну, в принципе, и все. Ну, выводы. Все такое. Вот они, соответственно, стыки. Туда вставляется жгут белого цвета. Вот мы с вами видели. И потом это зачеканивается все мастикой. Панель чистится. Где-то есть выемки. Все это шпаклюется и потом окрашивается в два слоя. И получается вот такие красивые белые дома. Вот здесь, кстати, видно, что первый этаж еще, первый слой только покрыли. Надо будет второй. А вот второй этаж, вот эта часть уже окрашена в два слоя. Поэтому такой равномерный, красивый белый цвет. Ну, и белый здорово. Когда белый цвет, это больше пространство. И, соответственно, белый подходит ко всему. Ну, и, конечно, интересно вот то, что вот это они делают. Тоже можно подумать, как свой дом, соответственно, украсить. Чтобы он немножечко выделялся среди остальных. Такие дома снаружи не стоит уже утеплять. Почему? Потому что панели достаточно толстые. Здесь порядка 30 сантиметров. Внутри есть, как я в начале видео говорил, утеплители. И, соответственно, они только окрашиваются. И все. Эти дома достаточно энергоэффективные. Значит, а сейчас такой смотришь. Знаете, ну, здесь еще такое просто голое поле. Ну, вот реально, буквально, я помню, продавали дом. И там вообще все-все-все застроено. Везде красиво. Все высоченные деревья. И показали фотку десятилетней давности. Просто тоже было обычное поле. И вообще ничего не было. И они там, ребята, одни из первых, которые построили свой дом. А теперь все, скажем, застроено. И все в такой красоте. Знаете, такое ощущение, как будто это такой большой поселок. Это было уже очень давно. Но на самом деле нет. Так, леса, я полагаю, для того, чтобы окрашивать. И стропильную систему сделать. Это одноэтажные дома. Видите, все септиком окрашено. Вынос хороший здесь сделан. Даже леса окрашены септиком. Видите, вот он. Тут мы видим, что уже межпанельные швы все зачеканены. На гидроизоляции лаги положили. Ну, вроде так, неплохо. Так, тут тоже у нас чеканка везде сделана. Да, тоже везде сделана. Вот, видите, вот он, утеплитель. Тридцать с чем-то сантиметров. Нормальная стена. Понятно, да, что каркасник – это все-таки дерево. А панель – это все-таки каменный дом. И срок службы каменного дома однозначно будет выше. Потому что за каркасником, вообще за любым домом, конечно, нужно смотреть. И за каркасником, и за таким домом. Каждый себе может поставить сигнализацию. Сейчас это очень все, ну, таких, скажем, небольших денег стоит. Плюс поставить видеонаблюдение. К примеру, у него товарища. Дом практически к границе Финляндии. И там стоит видеонаблюдение. Через даже обычный мобильный интернет все работает. Только есть движение. Датчик срабатывает. И ему приходит там фото-видео. Очень часто видишь там лесных скандинавских животных. А тут мы видим, что сложили доску. Доска хорошая. Вот видите, она лежит уже давно. Ну, выгорело. Через каждый ряд нужно было вот такие прокладки делать. Это делается через каждый ряд. Они там через десять рядов. Для того, чтобы дерево правильно лежало. Потому что почему делают вот такие прокладки. Вот видите, вот здесь получается вентиляция. А здесь ее нет. Вот поэтому здесь и трещина пошла. Здесь мы тоже видим хранение. Вот видите, как тоже брус хранят. Между каждым рядом есть перемычки. Для того, чтобы везде циркулировал воздух. И дерево, соответственно, не повело. И вот здесь тоже аналогично. И здесь, и здесь они нормально все хранят. А здесь что-то так свалили, а нормально. Как говорится, и так пойдет. Так. Да. Жалко, что фундамента здесь нет готового. Чтобы можно было посмотреть. О, рубероид его еще производит. Я уже думал, все. Ну, это аналогично. Да. Вот они. Как Ювит строит. Одна панель. Вторая панель. Соответственно, на распорки поставили. Выставили угол. Поставили как необходимо. Тут металлическая закладная. Тут. И, соответственно, потом пластину все обварили. Зачекали. И все на этом. Да. Вот здесь кухня будет. Вот она канализация. Здесь по трубам сделана такая ниша. Ну, это, конечно, не финская технология, сразу скажу. Но мне нравится. Панели мне нравятся, потому что это быстро. И это очень и очень надолго. Срок службы таких домов, наверное, 100 с плюсом лет. Даже больше, наверное. Ну, и, кстати, за счет того, что это утеплитель внутри, это энергоэффективные дома. В таких, кстати, домах, вот что Ювит и Банав, в них летом не так жарко, а зимой не холодно. Плита тут сантиметров двадцать, да? Ну, тоже вот она здесь. Если обратить внимание. Что тут у нас? Да. Ну, вот здесь ничего не уплотнено. То есть вообще должны это были уплотнить. Я не должен вот так рукой взять и разобрать. И вот все. Вот он, бетон лежит. Надеюсь, под фундаментом не так. Вот смотрю на данный проект. Раз окно видим. Дверь, два окна, три окна. Три окна и дверь. И вот здесь написано. ФП-3У. Город Заневский. Ну, где? Дверь, два окна. Раз, два, три, четыре, пять окон. Тут одно окно, тут одно. Где? То есть какое-то уже несоответствие. Не понимаю, почему так. То есть сделали, ты смотришь сюда. Мало кто будет окна считать, а так смотришь сюда. Блин, на этот дом-то другой, друзья. Дом один. Проект, ну, даже не проект, а вот конструктив нарисован совсем другой. С планом вместе. Странно, очень странно. Факт. Вам нужно справиться вместе с вашей финстрой панелью. Просто и со вкусом, как говорится. Вот сделали такой короб. Здесь налили антисептик. И, соответственно, доски просто обмакивают. Потом их должны где-то, наверное, вот здесь высушивают. И потом уже делают, соответственно, кровлю. А сразу не заметил, не обратил внимания. Значит, смотрим наверх. Вот видите, вот раз панель стеновая, два панель стеновая. Сверху, соответственно, вот уже другие панели вот так положены. И вот такой есть бортик. И обратите внимание, для отвода воды какие торчат трубы. То есть, если там собирается снег или там дождь, то вот это просто будет вот сюда литься. Почему нельзя было сделать сразу же трубы, к примеру. Или внутри это сделать, чтобы в канализацию уходил. Честно говоря, мне непонятно. Здесь мы с вами видим два проекта зданий. Как их красиво нарисовал застройщик. И здесь мы видим что? То есть, вот видим ступеньки. Здесь такая терраска небольшая. Заходим. Тут у нас это ванна. Я так понимаю, вот это прихожая. Тут прихожая зона хранения. Раз комната. Два комната. Санузел с душем. Зона кухонь. Зона, соответственно, отдыха гостиной. Еще мастер спальня. И видите, как здесь здорово в чем, что есть душ и санузел для ваших гостей и для жильцов в этих двух комнатах. Ну и, соответственно, мастер спальня для родителей. А вот в этом уже проекте, обратите внимание, что здесь и санузел отдельно и, соответственно, санузел с душевой. Тоже интересно. Так, сколько у нас здесь? 140 метров, а здесь 112 метров. В принципе, и этот, и этот проект достаточно интересный. По кухням. Вот это мне больше нравится. Чуть больше. Больше здесь, соответственно, террасы. Такой думаю, а где же зеленая зона? Она здесь и есть. Смотрите, друзья, как круто сделано. Посадили деревья, фонарики в стиле с Петербурга, центра города. Здесь футбольное поле, баскетбольного нет. Деревья. Вокруг деревьев можно посидеть. Вот где, например, да, знаете, тут соберутся жильцы. Там придут. Вот здесь детская площадка. Здесь детская площадка. Слушайте, прикольно. Здесь, видно, можно посидеть. Они, наверное, в летний период раскладываются, чтобы тень была. То есть такой маленький свой амфитеатр. Слушайте, очень уютненько сделали. Какие молодцы. Неожиданно. И по брусчаточке вот так прикольно. Хорошо пройдет. Только, конечно, надо было бордюрчик дальше пропускать. Чтобы тут смотрелось получше. И набивное покрытие на спортивной площадке, на детской. Песочек. Вот такие лазалки. Прикольно. Молодцы. Красиво смотрится. Понятно, конечно, когда ты хочешь свой приобрести дом. Так как у нас на сегодня с ипотекой все как-то так достаточно странно. То лимиты по семейке заканчиваются. Но они скоро все равно начнутся, друзья. Здесь можно и по семейке приобрести. По обычной ставке, конечно, дороговато. Но застройщикой всегда есть рассрочка. Помните об этом. Поэтому любой дом с участком можно приобрести в рассрочку. Что достаточно интересно и выгоднее, чем ипотека. Еще здесь, друзья, интересное место. То, что я практически где-то потратил 8-10 минут и доехал до выезда на Мурманку. То есть можно не через Новосаратовку ехать, где всегда плотно, а доехать до Мурманки и ехать дальше в город. Также здесь сколько получается? Около, наверное, 30-40 минут всего лишь до Всеволожска. Ну, кому, конечно, нужно. Так что место, в принципе, я считаю, поселок Свердлово достаточно интересное. Как для приобретения квартир, так и, соответственно, для своего частного дома. А есть такой коттеджный поселок, называется Корнет-Кальтино. Там вот эти домовладения стоят почти 30 миллионов рублей. 26 миллионов рублей и выше. В общем, очень похоже на то, что вот здесь. Но здесь цена намного интереснее. Да, понятно, что это не пригород, скажем так, Всеволожск, это чуть дальше. Но смысла я не вижу никакого переплачивать. Потому что вот здесь я вижу движуху, а там почему-то движухи я не видел. Нужна помощь с недвижимостью, покупкой или продажей, выбор земельного участка, коттеджного поселка, дома. Обращайтесь. Друзья, рада была вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. Ну, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.